Здравствуйте, мои дорогие! С вами Любовь Орлова, а это значит, что мы проваливаемся в новости. Что же у нас изменилось с начала этого года? С 1 января все поликлиники изменили правила приема пациентов. Теперь внедрены электронные медкарты. Говорится, что нововведения помогут сократить время в регистратуре. В регистратуре-то, может быть, и сократится, а вот на приеме явно увеличится, потому что вместе с электронными картами многим врачам в возрасте нужно представлять секретаршу. А иначе время приема увеличится в разы. Какая будет безопасность у этой системы? А кто-нибудь говорил, что делать, если выключат свет или интернет? В школах во время уроков с 1 января запрещено пользоваться телефонами. Также с 1 января призывной возраст увеличился до 30 лет. Однако обещанного повышения нижней планки, конечно же, не было. Так и осталось 18 лет. При этом те, кому 27 лет исполнилось в 2023 году, под призыв не попадут. Кроме того, осенью должен заработать единый реестр воинского учета. Это значит, что на госуслуги начнут приходить электронные повестки. Проиндексируют пенсию прожиточный минимум на 7,5%, мрот на рекордные 18,5%. Но это все равно не догонит рост цен на яйца. Теперь техосмотр стал дороже. Для легковых машин он стоит больше тысячи. Минимальная стоимость техосмотра будет меняться в зависимости от уровня инфляции. Интересно, что в 2022 году техосмотр для легковых автомобилей составил порядка 500 рублей. А спустя два года, уже тысяча, получается 200%. Неужели вот они, настоящие проценты инфляции? Кредитные каникулы теперь доступны всем. Новая статья закона позволяет просить у банков полгода отсрочки. Однако, если ваш долг не превышает 450 тысяч, а автокредит меньше 1,6 млн. Правда, проценты продолжат капать. В небе над Белогородской областью система противовоздушной обороны уничтожила 9 объектов. При этом были повреждены жилые дома. Также в городе снова запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. У нас был тяжелый день. Один человек в Великой Горе погиб. Хотел высказать искренние слова с болезнью с тем родным близким. 11 человек получили ранение. 8 человек отпущены. Получили амбулаторную помощь. 4 человека продолжают остаться в стационарах. Погода не перестает удивлять. Аномальный холод распространится на 39 регионов страны в ближайшие дни. Ожидается мороз до минус 54 градусов, сообщил научный руководитель Гидроминцентра России. Холод покроет порядка 70% территории в ближайшие дни. Выпущены штормовые предупреждения об аномальной холодной погоде в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областях с 1 по 5 января. Друзья, всех с наступившим 2024 годом! Надеюсь, все успели загадать под бой курантов самое заветное желание. Желаю, чтобы все, о чем вы мечтаете, сбылось. Благодарим вас за помощь. Нам очень важно, чтобы каждый из вас хотя бы немного повыл нашим Дедом Морозом. Отправить подарок вы можете через The Nation Alerts или покусавшись на Бусти. Это согреет наше сердечко. В Челябинске произошел конфликт между двумя компаниями. Более агрессивная группа, среди которых были мигранты, пустила в ход дубинку и газовые баллончики. Пострадавшими, судя по всему, стали участники СВО с женами. Короче, мы тут стоим. В общем, на нас напали ребята с дубинкой, видите? Чтобы задерживать участников драки, силовикам пришлось выламывать дверь. В полиции были задержаны трое подозреваемых. Двоим из них 18 лет, одному 17. Об этом сообщили в ГУИ МВД в Челябинской области. В следственном комитете добавили, что у задержанных изъяли дубинку и газовые баллончики. И в ближайшее время им изберут меру пресечения. Нижегородский таксист выкинул девушку из машины в новогоднюю ночь. Во время поездки девушка и ее подруга поменяли конечную точку. Водитель отказался доставлять их до места из-за низкой суммы доплаты. Во время словесной перепалки мужчина схватил девушку и выбросил из салона на проезжую часть. По предварительной информации, мужчина нелегально находился на территории России. Теперь его ждет депортация. Я прошу от этого две девчонки, простите, пожалуйста, и те, которые видели это видео. Всем я прошу, простите, больше не повторяйся. На Тамбовском пороховом заводе мигранты стащили кондиционер и сдали его на металлолом. Кражу совершили молодые люди из Средней Азии. Спустя пару дней мошенников удалось найти. За это время они уже успели частично разобрать кондиционер и сдать часть оборудования в пункт приема цветного металла. От кондиционера остался на стене лишь грустный след. Итогом новогоднего рейда в Москве и Санкт-Петербурге стали 3000 задержанных и более сотни готовящихся к депортации из России. Задержан был даже Дед Мороз, правда, таджикского происхождения. Весело и с огоньком отпраздновали Новый год жители Улан-Удэ. Там произошел первый новогодний пожар на балконе. В Иваново, празднующий Новый год, на радостях обстреляли фейерверками жилой дом. Из жителей дома никто не пострадал, но на ряде балконов были повреждены стекла и пол. А вот ульяновцы решили устроить эпичную перестрелку салютами. Ну и, конечно, милые животные после новогодних праздников. Маленько. Эх! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok